Приветствую вас, и правда заключается в том, что вы волнуетесь, правда заключается в том, что вас эта тема не беспокоит, правда заключается в том, что именно на этой теме сконцентрированы ваши мысли, именно на этой теме вы расстраиваете свое внимание, и надо сказать, что очевидно, делать это не случайно, надо сказать, что очевидно вы это делаете, потому что вас это волнует, очевидно вы это делаете, потому что вам это важно, очевидно вы это делаете, потому что это имеет для вас какое-то серьезное значение. Вопрос заключается лишь только в том, какое значение для вас это имеет, конкретно какое значение для вас это имеет, именно конкретно значение какое. И соответственно нужно будет этот момент исследовать, соответственно нужно будет этот момент понять и определить, вот, ну потому что нужно понять, почему вас это волнует. Вот, ну совершенно очевидно, что раз у вас есть время на это, то есть если у вас есть возможность как бы вот о таких вещах думать, о таких вещах рассуждать, если у вас есть возможность, если у вас есть время для этого, если у вас есть силы для этого, то на мой взгляд конечно отсутствует смысл, смысл вашей жизни, вот. И соответственно вам необходимо обратить на него, на смысл жизни как раз таки свой. Внимание, чтобы собрать внимание на то, ради чего вы живете, чем вы живете, вот, ну и так далее. То есть это вот, то что я могу вам порекомендовать, вот, то что мне видится исходя вот именно из того, что вы написали. То есть если вы об этом думаете, значит это вам почему-то важно, если вы об этом думаете, значит почему-то вас это волнует, вот. Почему-то, чем-то, чем-то, из-за чего-то вас это беспокоит, вот. Соответственно это нужно... преследовать, соответственно это нужно изучить, и когда будет понятно, когда будет понятно, что и как вы делаете, то как и почему вы делаете, вот. Вот тогда в таком случае уже можно будет говорить о решении ваших, ну о решении ваших проблем. на мой взгляд, так, можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. то есть не нужно на самом деле избавляться от того, что вас, например, волнует, от того, что вас беспокоит. Да, не нужно избавляться от этого. Именно избавляться, именно избавляться не нужно. то есть то, что, то, что действительно нужно, да, это посмотреть, что скрывается за ваши, ну за вашими мыслями. за вашей озабоченностью, тем, например, если для кровной жизни, и по поводу возраста. Может быть, может быть, вы боитесь смерти. То есть, отрицайте ее. Ну, если это так, то в этом направлении вам тоже необходима работа. Да, чтобы, ну, чтобы не бояться смерти, чтобы перестать бояться смерти, да, чтобы увидеть, что, ну, что, собственно, собственно, в смерти-то нет ничего такого, прям, негативного, да, и так далее. Вот. Но для этого, для этого необходимо поисследовать вас, узнать историю вашей жизни, вот. И, собственно говоря, тогда будет понятно, с чем мы имеем дело, вот. И тогда будет уже вас возможным подобрать для вас, именно для вас подобрать психотерапию, которая подойдет именно вам, которая подойдет только вам, и и которая позволит вам не тратить энергию на подобные переживания. Вот. То есть, ну, вполне возможно, что это вы просто переживаете там определенный, да, кризис экзистенциальный. Вполне возможно. Вполне возможно. Вполне возможно, что вы переживаете именно именно экзистенциальный кризис. Вот. Ну, просто, просто определенного типа экзистенциальный кризис переживаете, и и все. Вот. А может быть и нет, может быть дело здесь совсем другом другом. Может быть это у вас навязчивые действительно мысли дают о себе знать. Понимаете? Вот. На мой взгляд, на мой взгляд здесь самое главное не делать каких-то выводов таких поспешных выводов. Не делать. Вот. На мой взгляд идеально именно изучить историю вашей жизни, да, и уже после этого мы будем лучше понимать, что с вами происходит. Вот. Кстати, за навязчивыми мыслями, ну, у навязчивых, точнее, мыслей всегда всегда есть свои основания, в частности, в частности, навязчивые мысли символизируют и сигнализируют с одной стороны об определенных запретах, то есть, если у человека есть навязчивые мысли, значит, он ну, запрещает себе себе что-либо. Это с одной стороны. с другой стороны, если есть навязчивые мысли, значит, есть некие желания, которые вы себе можете подавлять и которые вы можете себе запрещать. желания, просто нужно реализовать приемлемым способом. Вот. И, собственно, тогда, опять же, вам будет лучше. Вот. Что касается возраста, то в контексте возраста можно говорить о том, что вы мыслите, ну, именно мыслите как бы так сказать, в контексте возраста вы мыслите очень, может быть, субъективно и конформно. То есть, мыслите так же как, допустим, выросли большинство людей на эту тему, да, это считать, что, ну, все стереотипи, все стереотипические взгляды касаемо возраста, вот, так что здесь тоже нужно смотреть, насколько вы свободны в своих взглядах и те из взглядов, которые действительно вам мешают, вот именно те из взглядов, которые вам мешают, действительно, вот, с ними нужно работать, чтобы они не мешали вам. Вот, я думаю, что примерно так вам можно ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что это было для вас полезно, как бы если бы существовал легкий способ избавиться от подобного рода мыслей, ну, поверьте, мы бы вам помогли, никаких проблем бы с этим не было бы, вот, но легкого способа, такого универсального способа нет, потому что у вас своя история со своими уникальными нюансами, со своими уникальными переживаниями, нужно, чтобы именно на эти переживания была дана, скажем так, определенная обратная связь, вот, если, ну, если можно так выразиться, вот, без, без обратной связи, невозможно вам помочь, вот, к сожалению, ну, я имею в виду, до конца, до конца, невозможно, вот, с помощью, потому что слишком мало информации, и любая универсализация здесь, она будет, ну, не будет на пользу, на самом деле, вот, она будет, скорее, лауреат вам, вот, и ничего хорошего из этого не будет, не будет, вот. Надеюсь, что вы прислушаетесь к специалистам, да, выберите себе психолога для работы, и решите свои проблемы, так будет лучше, эффективнее, проще и дешевле, потому что впоследствии вам придется решать более серьезные проблемы, если вы, ну, не обратите сейчас на это внимание своё, вот. На этом всё, если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, вопросы вы можете задать мне в личку, я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, буду благодарен вам, если вы сделаете его лучшим, я вам могу пожелать удачи, я могу пожелать вам, что значит, здравого смысла, я могу пожелать вам, чтобы вы больше всё-таки, вот знаете как, больше надеялись, рассчитывали на себя, чтобы вот именно, чтобы именно, вот, полагались на себя, да, а не на какие-то стереотипы, которые, ну, о которых вы даже вот сами говорите, что они, вот, есть стереотипы, да, а именно, вот, чтобы вы полагались на себя. Вот, это очень важно, для вас это будет только, ну, на пользу, вам, вам это будет только на пользу, вот. Я надеюсь, что, ваш жизнь будет, ну, как бы, улучаться. В дальнейшем, вот, но это, скорее всего, невозможно, невозможно, ну, не будет возможно без работы над собой. Вот. Удачи вам, всего самого доброго! Успехов! Субтитры сделал DimaTorzok